Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 6.00 по GMT, по сути, релиз, который мы открываем в текущую торговую сессию, данные по рынку труда Англии. В 12.15 по GMT, пожалуй, главное событие текущей торговой сессии – это заседание Европейского Центрального Банка, решение по ключевой процентной ставке. И через полчаса после этого в 12.45 по GMT состоится традиционная пресс-конференция главы Европейского Центрального Банка Кристин Лагард. Будут обновленные прогнозы по инфляции, по экономическому росту и, я надеюсь, будут анонсы изменения процентной ставки в последующие периоды. Учитывая то, что многие центральные банки развитых стран уже начали смягчать экономическую политику, планируют делать это и дальше, учитывая наличие дезинфляционных трендов. И закрывать текущую торговую сессию будем отчетом по инфляции в Японии в 23.30 по GMT. Мы очень неплохо спрогнозировали потенциал снижения пары доллар-японская иена с целевой отметкой 155 иен за доллар. И буквально несколько часов назад прям совсем чуть-чуть нам не хватило до данного целевого ориентира, поскольку минимум составил 155.36. Но я все еще уверен, что мы доберемся и до этого уровня и потенциально сходим ниже, потому что Банк Японии явно поддерживает курс национальной валюты. И я возлагаю очень большие надежды на предстоящий отчет по инфляции в Японии, потому что если будут признаки усиления инфляционного давления, значит у нас будет хорошее условие. С вами, друзья, готовится к тому, что на заседание в конце этого месяца Банк Японии может, ну хотя бы помимо сокращения программы количественного смягчения, анонсировать возможность повышения процентной ставки. И этого будет уже достаточно, чтобы японская иена получила поддержку не только со стороны таких искусственных механизмов, как инвервенции, но и за счет классической старой доброй монетарной политики и действий национального регулятора. Давайте по порядку. Индекс доллара 103.50. Агрессивные распродажи доллара продолжаются. Мы уже находимся на минимумах с марта. Понимаем то, что у этого снижения есть конкретные фундаментальные причины. Никакие-то форс-мажоры нет. Все было более чем прогнозируемо. Мы настраивались на определенную риторику Павла. Мы знали, какая реакция может возникнуть на значительное снижение и ослабление инвестиционного давления. И сейчас просто пожинаем воды этого. Выступление Павла, кстати, на форуме в Вашингтоне в начале этой недели подтвердило для тех, кто еще сомневался, то, что ФРС готов начать смягчать экономическую политику, не дожидаясь достижения цели по инфляции в 2%. Да, я на это делал акцент. И, опять же, ремарка была в том, что Павл хоть и не конкретизировал сроки начала смягчения экономической политики, но у нас есть инструмент, который в целом интерпретирует риторику Федрезерва. И все это переводит в порядок цифр вероятности изменения о ставке. Поэтому все, что наговорил Павл на форуме, все это стало причиной того, что трейдеры поверили в снижение процентной ставки в сентябре. И сейчас эта вероятность составляет практически 100%. Но, как я уже ранее отметил, есть основания ожидать, что могут быть какие-то неожиданные решения на заседание ФРС 31 июля. Кто знает, может быть, на этом заседании американский регулятор все же анонсирует и согласует первое за много лет снижение ключевой процентной ставки. Почему ФРС решил сменить вектор денежно-кредитной политики? У него, по сути, не осталось другого выбора, потому что мы видим слабеющую экономику, мы видим охлаждение на рынке труда, значительное снижение инфляционного давления, слабые показатели потребительской активности. И все это как раз конвертируется в предпосылки для того, чтобы хоть как-то начать помогать экономике через более низкие ставки о фондировании. Кстати, вчера состоялось выступление главов РБ Нью-Йорка Уильямса. Мы обычно слушаем, что он говорит, потому что он является одним из лидеров мнения. И Уильямс тоже поддерживает идею того, что пришло время, уже не нужно откладывать, некуда откладывать. Нужно снижать ключевую процентную ставку, потому что экономика просит об этом через все индикаторы, которые я, в сути, перечислил. Ждем индекс доллара на более низких ценовых значениях. Золото 1466 долларов за тройскую омницу, наша цель 2500, друзья. И я все еще уверен, что это может произойти, то есть мы можем достигнуть этой планки уже в ближайшие торговые сессии. Факторов поддержки для золота предостаточно. Мы ранее перечисляли, и среди них особенно выделили именно слабость доллара, снижение доходности американских облигаций, новых, кстати, минимум по десятилеткам, 4,17%. Очень большой спрос на золотые ETF. И только за последние две недели в такие фонды было влито и инвестировано более 1 миллиона унций. Золото это чуть ли не рекордный показатель за все время наблюдения за статистикой. И не забывайте, конечно же, про рыночный сантимент. Мы на него тоже ориентируемся, когда понимаем, что на рынке есть предпосылки для серьезного ралли, но хочется понять, что в этот момент делает большинство и меньшинство. И сейчас толпа все еще сидит в продажах. Меньшинство 35% на стороне покупок. Поэтому я сохраняю длинные позиции и рекомендую вам тоже увидеть еще потенциал роста рынка трагоценных металлов и оценить вместе со мной шансы, что золото добьет до психологической планки 2500 долларов за тройскую унцию. Фунт против доллара 1,30 текущей котировки. Вчера мы ждали отчет по инфляции в Англии. По факту общий индекс потребительских цен основной 2%, базовая инфляция 3,5%. Без каких-либо изменений, без каких-либо отклонений. Но важный нюанс заключается в том, что инфляция остается, если говорить про базовый индикатор, устойчивого и высокой. И это может повлиять на риторику Банка Англии и заставить Банк Англии не торопиться со снижением ключевой процентной ставки. Аналогичный инструмент, как мы говорим по политике ФРС и ставке ФРС, ссылаясь на FedWatch Tool. Такая же оценка вероятности снижения процентной ставки в Англии до выхода вчерашних данных по инфляции предполагала, что в августе Банк Англии снизит ее с вероятностью 49%. Сейчас вероятность снижения ставки в августе в Англии 35%. Поэтому фунт, в принципе, заряжен на дальнейший рост. Если сегодняшние данные по рынку труда не разочаруют, и мы увидим в компоненте по динамике роста заработных плат подтверждение того, что восходящая тенденция сохраняется, то допускают то, что фунт может предпринять попытку против доллара закрепиться сегодня выше уровня 1,3050. Доллар канадец 1,3680. Данные по инфляции. Снижение показателя с 2,9 до 2,7. И здесь главный поинт в следующем. То, что инфляция не просто снизилась, она уже 6 месяцев подряд остается ниже целевого ориентира Банка Канады. И это точно позволяет Банку Канады дальше снижать ключевую процентную ставку. И я ожидаю то, что, скажем, субъективная точка зрения, с вероятностью 80% Банк Канады снизит процентную ставку уже в рамках этого месяца. Поэтому опережение в плане таких действий, федерализированную систему опережая, мы получаем хороший фундамент для того, чтобы и дальше верить в рост этого дуэта финансовых активов и ожидать пару фунтов доллар-канадеца выше отметки 1,37. Доллар-йена 156,45. С нее, собственно, я начал свое выступление. Напомню то, что Банк Японии действительно поддерживает курс национальной валюты. Да, есть определенные опасения того, что эти меры окажутся неэффективными из-за очень высокого дифференциала процентных ставок в США и Японии. И это все равно сохраняет привлекательность операции керри-трейда, особенно с учетом того, что проще и выгоднее работать с американским долларом. Поэтому у доллара против иены очень хорошие шансы на то, чтобы вырасти. Но я надеюсь, что Банк Японии оценил все риски и осознал, что девальвация национальной валюты будет стоить экономики дороже. Поэтому не просто так решил периодически проводить валютные интервенции, которые имели место быть и в конце прошлой недели. Пока на том импульсном откате, который начался в конце прошлой недели, мы уже неплохо снизились. Я надеюсь, что хватит еще уверенности и бодрости продавцам, для того, чтобы пару затащить к поддержке 155 йен за доллар. Международный валютный фонд, кстати, понизил прогноз экономического роста Японии на этот год с 0,9 до 0,7. Это плохой сигнал. Но в правильности ради отмечу, что темпы экономического роста американской экономики тоже были снижены. Но они все равно остаются выше, чем в Японии. Сегодня данные по инфляции. Очень надеюсь на то, что статистика позволит японскому регулятору допустить возможность определенных изменений в векторе монетарной политики. И рост инфляции сегодня можно будет в Японии интерпретировать как фактор поддержки для японской иены, что, вероятно, уже к моему следующему выступлению позволит паре закрепиться ниже уровня 155 йен за доллар. И рынок нефти. Мы развернулись в 85-40 текущей котировки. Последовал откат, как и ожидалось, на данных по запасам нефти США. По статистике и отчету администрации и антической информации запасы нефти на прошлой неделе снизились почти на 5 миллионов. Это достаточно. Сейчас мы наблюдаем за развитием восходящей динамики. Целевой ориентир прежний 87-88 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.